Полторы сотни нарушений выявили во время объездов по городу в выходные. Нечищенные дороги и снег и налезь на крышах. По данным районных администрации, расчищено более 80% внутриквартальных территорий и 60% крыш. Но это не тот результат, на который рассчитывали, подвел итог первый вице-мэр Игорь Жарков. Управляющие компании должны были полностью привести в порядок город еще до прошедших выходных. Завтра в городском департаменте ЖКХ будет в 9 утра проведено совещание. На это совещание мы приглашаем работников городской прокуратуры, где, как я и обещал вам, будет проведена работа в административном порядке по тем управляющим компаниям, которые не справились с поставленной задачей. Времени исправиться осталось меньше суток. Поторопиться стоит и районам, оставшимся на очереди в графике объездов главы администрации. На этой неделе мэр посетит советские, промышленные и железнодорожные районы. Во время объездов мне не надо показывать, собственно, такие подготовленные в кавычках маршруты. Мы во время движения меняем траекторию. Поэтому будьте готовы, что достаточно принципиально будем подходить к оценке качества работы, в том числе и ответственных сотрудников администрации. Очередной экзамен готовит коммунальщикам и предстоящий оттепель. Она может обнулить все показатели про очистки скатных кровель. Чтобы как можно быстрее почистить все крыши, снег убирали только по периметру. В центре он оставался. Как только потеплеет, этот снег тоже сползет к краю. Глава администрации Самары настоятельно рекомендовал обратить особое внимание на эту проблему. Как показал объезд, рабочих бригад в городе недостаточно. Эта работа была упущена. Игорь Владимирович, прошу вас к марту месяцу такую работу провести. В период массового таяния снега и образования вот таких, скажем так, накоплений на крышах. Значит, количество бригад должно быть существенно увеличено. На будущее глава города дал поручение формировать бригады для работы на высоте уже в сентябре, чтобы персонал мог вовремя пройти обучение и в сезон быть на низком старте. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События.